всем привет дорогие друзья с вами крипто учмейкер и сегодня у нас будет разоблачение некого антона катина я сейчас частично зачитаю сообщение которое мне пришло есть человек кино около тысячи людей в совокупности на 10 миллионов долларов это только фонд плюс всякую чушь фостер ss tress simba а продавал всякого разного своего еще токенов на 3-4 миллиона долларов и на все это у человека горит есть пруфы сейчас тусит с более-менее известными личностями пытается теперь пюхать свой новый проект simba крипто банк лично я потеряла 220 тысяч долларов сейчас он живет с дубая нет кого не прячется нанял местного вокала араба чтобы тот сразу вызывал полицию на случай если приезжают обманутые вкладчики выкладывают в инсту богатую жизнь всех кинутых забанил пострадало очень много людей ну что ж сегодня мы разберемся что же это за антон катин и так как он сам пишет о себе 33 года к 23 годам управлял предприятиями в четырех городах россии и имел штат 55 сотрудников в 2017 году антон создал криптовалютный фонд нейтрино который позже был переименован в шульц сделали ребрендинг так сказать новая кидалова делать видимо было лень просто сделали ребрендинг ну и основал трес групп который как раз таки по ходу и является simba сторожем что же давайте разбираться я копнул немного глубже и узнал где этот самый антон катин учился кидать людей еще немного раньше в 2015 году знаете немного забавно интернет помнит все и за многими кидалами если проследить то видно как у них рос уровень кидалово то есть они начинали там многие из них да то есть кидали своих друзей каких-то сначала потом переезжали в другой город там кидали новых друзей потом валили из этого города в какой-нибудь другой город и так постепенно уровень масштаб кидалово у людей рос кто-то через бизнес молодость поднялся до роллс-ройсов и макларенов да в общем у всех этот путь был разный давайте сегодня проследим путь антона катина и так я нашел вот такой вот канал как раз таки он является каналом антона катина который он вел самостоятельно называется свистнуть швейцарию первый пост от 16 сентября 2018 года родом с астрахани два с половиной года жил в волгограде один год саратове и четыре года и по сей день в москве но на тот момент этого самого года да вот как мы видим что сначала два с года косячил в одном потом год в другом и в итоге перебрался в москву пять раз в жизни был банкротом лично для меня это отличный повод был бы не доверять этому человеку ни в коем случае никаких денег жил два месяца на хлебе и аджики волгограде после потери всех бизнесов за одно лето 2013 видите он видимо кидать начал еще в 2013 году до продавал пылесосы кирби 10-17 штук в месяц кстати говоря по этому поводу находил информацию что данные человечек как раз таки вот примерно с этого начиналось его кидалова подписывали бабушек на кредиты чтобы продавать эти пылесосы но можно считать это домыслами потому что родоподобных доказательств этому я предоставить не могу информацию в интернете я такую находил сейчас я инвестор с 2016 года занимаюсь инвестициями 2017 года создал криптовалютный фонд нейтрино 2018 года организовал сеть представительств пяти городах снг и образовательную школу по криптовалюте по школе я ничего к сожалению не нашел хочу создать международный криптовалютный банк международный пенсионный криптофонд и построить коттеджный поселок и небоскребы то есть вот этот криптовалютный банк данный человек планировал еще в 2018 году создать ладно погнали дальше антон катин резко сменил сферу деятельности теперь у них проект риэлтор 3d продажи недвижимости через виртуальный обзор онлайн за хорошие проценты плюс активно манит инвесторов обещая им мега выгоду от продаж с фильтрами для воды оба отмахиваются как черти от воды из фильтров люсия то есть данный человек 2015 году как мы видим создал компанию риэлтор 3d и как раз таки в 2013 году он свалил как вы помните из прошлого поста из волгограда как раз видимо накосячил там с этими пылесосами с фильтрами для воды людей накидал и вот каждый этап просто кидал и постепенно понимаете переводил его из одного города в другой и заставлял заниматься все новыми новыми разводами руководство отделом продаж по фильтрам со слов катина будет передано эмилю байрамову но данной странице уже не существует также как и странице антона катина но мы можем найти вот такой вот вот такой вот отзыв риэлтор 3d мск гендиректор учредитель антон катин почему-то кстати говоря он на участие в данном проекте отрицает новую информацию легко можно найти вплоть до той которая я покажу вам чуть чуть позже вот собирал общем он деньги на риэлтор 3d проект не знаю сколько людей пострадало от инвестиций в данный проект но сфера деятельности недвижимость продажа и аренда паре вы 3d продажи недвижимости по завышенным ценам причем о процентах это что их нужно заплатить клиент узнает по окончанию сделки сумма идет от 10 процентов и выше но выхода у него нет так как за фирмулькой стоит крыша стоит за этой фирмулькой кирилл мишенистов и антон катин очень известные аферисты о низкокачественным фильтром для воды по цене от 50 тысяч и это 2015 год они уже были очень известными аферистами в 2015 году 7 лет назад так как тема с фильтрами затихает из-за шумихи в сми и интернет и обманывать бабушек и дедушек с домохозяйками оформить на них кредиты на сотни тысяч рублей уже сложновато они нашли новый вид развода один из новых аферистов компании риэлтор 3d катин антон из астрахани впаривал пылесосы кирби затем затем крема в кредит крема потом фильтры для воды последний раз его видели потерпевшие от торговцев фильтрами воды в кредит в липецке начале мая 2015 года а посылки старые посты катина антона к сожалению данной темы уже не существует знающие люди еще в 2010 году писали что реально рулит другой человек а катин приписывать себе чужие достижения паутинка тянется аж в десятые года ребят то есть человек мошенничеством занимается всю свою сознательную жизнь давайте погнали дальше внимание потерпевших от впаривать или чудо фильтров воды и систем безопасности умный дом в москве дубни липецкий и других областях вокруг московской области май он создал новую тему по разводу на этот раз молодежи он собирает деньги якобы супер проекта риэлтор 3d ком и вот он 2015 году уже вкладывал деньги чтобы очистить свою репутацию представляете ребят кстати если поры то можно узнать что его отец и мама также заняты в продажах аферах только в косметике сам он известен своей работой с известным мошенником кириллом машинистовым я не знаю кто такой кирилл машинистов но видимо катин это его успешный ученик знакомы когда еще работали в кирме после разразившегося скандала с невыплаченными зарплатами сотрудникам о риэлтор 3d мск генеральный директор катин антон викторович начал рекламировать набор персонала для торговли так называемой системой безопасности умный дом причем несколько потерпевших уже обращались к нам за помощью крема фильтры для воды системы умный дом пылесосы что только не было катин пытался нас обмануть сам кинул сотрудников ну и вот мы видим антон катин риэлтор 3d вот такой вот youtube канал но это мы все поняли продвигаемся дальше и вот у нас пост от 3 апреля 2019 года как мы помним со слов самого антона катина 2017 году антон создал криптовалютный фонд нейтрино в декабре 2018 года мы запустили наш первый децентрализованный смарт-контракт нейтрино токен стандарт в 2018 году чувак уже создавал скам токены а вы еще про крипту даже не знали не три на токен стандарт 81 процент который имеет фиксированную годовую ставку в долларе и usd си нтс 81 процент не совсем децентрализованы так как в нем 75 процентов попадает трейдинг инвестиции нейтринобанк 25 распределяется смарт-контрактом где 21 процент реферальная программа 4 процента распределяется всем держателям токена виде дивидендом при этом все 100 процентов ваших ложных средств у вас на счету канала нейтринобанк естественно уже не существует но естественно данный человек предлагал вкладывать в его пирамидоз деньги фиксированная ставка 81 процент годовых когда мы видим фиксированные ставки в подобных проектах мы сразу же знаем что это естественно пирамидоз потому что рынок разный бывает и невозможно гарантировать какой-то определенный процент прибыли выплаты раз в квартал 20 целых 25 сотых процента комиссии за вход и вывод нет вывод возможен раньше срока по заявке без штрафов и комиссии вот этот момент пожалуйста запомните четыре процента от каждого вклада идет в дивиденды всем держателям токеном nts 81 выводить их можно в любой момент реферальный бонус 9 процентов с первой линии приглашенного банк 7 процентов второй линии и пять процентов с третьей линии что тоже говорит нам о том что это пирамидоз ну и то есть 2017 году мы делали выплаты раз в месяц 18 всех инвесторов на квартальные выплаты затем и полугодовые по другим видам продукта плода в нашем крипто банке стали годовыми без возможности вывода ранее что говорит о нашей репутации то есть вы внесли свой депозит и тело депозита вы не можете вывести ранее чем через год но выплаты по процентам вы получаете этот раз в квартал ну и тут ограничение от ответственности это уже от компании шутс который является те тем же самом нейтрино просто после ребрейдинга уже инвестировать удерживать цифровые активы клиента осознает и принимает на себя риски описаны в настоящем документе клиентам которые не принимают вышеописанные риски рекомендован обратиться к услугам компетентного риска или воздержаться от участия в деятельности связан с инвестированием в цифровые активы шутс не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб в результате наступления перечисленных рисков которые не входят сферу влияния компании или не могут быть расценены как несоблюдение шут своих обязательств то есть они в данном вот документе данной портянки полностью снимают себя естественно ответственность за то если они потеряют ваши деньги все не говорят что они занимаются торговлей спекуляциями на рынке да и в случае если вдруг что-то произойдет их там ликвидирует и так далее то ничего они вам не должны вы свои деньги им доверяете на свой собственно страх и риск имеется еще вот такое вот как раз условия и положение давайте наверно увеличу правила обязанности сторон инвестор обязуется зафиксировать полученную прибыль путем вывода или реинвестирования период не позднее чем три календарных года с даты открытия депозитов противном случае итоговый баланс будет списан со счета инвесторов пользу управляющего интересный интересный момент конечно инвестор подтверждает что он уведомлен о возможных рисках по ведению спекулятивных сделок с цифровыми активами предлагаемые цифровые финансовые активы являются высоко рискованными и их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме тос совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками с которыми связано их приобретение ни одна из сторон соглашения не имеет права кроме как по требованию компетентного органа или суда в течение срока действия и после прекращения действия и после прекращения действия соглашения в течение трех лет какому-либо лицу неуполномоченному одной из сторон информацию относящуюся к соглашению за исключением информации которая может быть получена из общедоступных источников это все рень кстати говоря если вы подписываете подобные документы любой юрист вам скажет что это все фигня вот в подобной портянки по крайней мере то есть вас заставляют подписать документ что вы согласны с рисками криптовалютной торговли и кулятивной торговли и так далее чтобы также не нести естественно ответственность за то что управляющий может потерять ваши деньги вот пожалуйста комментарий вот такой вот есть можете поставить на паузу и прочитать погнали дальше вопросы по юридическом статусе вызывают блокировку вызывали точнее блокировку в чате имеется очень много различных статей по поводу с капитала нейтрина вот это вот антон катин этот человек открыл депозит в фонде на 12 месяцев недавно он хотел его забрать по причине цитирую детей нечем кормить но данное обстоятельство не может быть рассмотрено нами в качестве форс-мажора и вклад инвестора не может быть закрыт ранее 12 месяцев поскольку это противоречит подписанному соглашению с обеих сторон выплаты процентов по данному депозиту не остановлены и будут продолжены в рабочей форме помните где мы читали я сказал вам запомните момент что в любой момент можно деньги достать и забрать увидим с ребрендингом все условия поменялись и стали намного жестче потому что денег пришло больше и контролировать это кидала естественно нужно было намного серьезней 16 10 деньги должны были отдать 13 07 2002 но не отдали ну теперь уже деньги не отдали вообще никому информация вот поэтому катиному она в интернете то есть все это время лежит и люди просто не загуглив кто это такой просто несут деньги в пирамидос то есть как можно доверять вообще изначально такому человеку я не понимаю почему вы несете деньги если все эту информацию нарыл буквально там за 15 минут просто по фамилии поискав в интернете блокировка аккаунтов отбор денег нет заработка вот хвалебный комментарий и мы видим что у него очень много дизлайков потому что это не является действительностью можно было более 900 долларов еще и эфир потратил на переводы в итоге получил фигу причем даже не посыпанную маком вот допустим вот такие есть отзывы давайте я приближу чтобы было лучше видно сотрудничество успехом не завершилось какой-то момент автор просто потерял доступ к своему личному кабинету форма авторизации упорно повторял ему что логин или пароль не подходит хотя раньше все было в порядке связавшись тех поддержка в telegram он быстро оказался в блоке а письмо электронной почты видимо до сих пор где-то в пути видимо кто вкладывал деньги побольше покрупнее тех сливали еще до скама пирамиды чтобы собственно пирамида прожила дольше но естественно ну естественно чтобы катин мог покупать себе porsche rolls-royce и прочие автомобили и не только автомобили но мы к этому перейдем позже в общем таких отзывов можно найти огромное множество негативных и естественно они будут потому что людей действительно кидали и очень активно но незадолго перед скамом я так понимаю произошло такое вот сообщение добрый день комьюнити мною было принято решение воспользоваться новыми условиями от этого года возможности начисления минимального процента по ежеквартальной прибыли это решение было принято связи с временными просадками большинства инвестиционных проектов на криптовалютном рынке в нашем портфеле мы рассчитываем что проекты выйдут из просадки за ближайшие один-два месяца и принесут более лучшую прибыль к середине лета выплаты произведены на ваши кошельки в размере двух процентов за квартал не 20 процентов а двух процентов за квартал видимо деньги начали заканчиваться новые вкладчики перестали приходить и чтобы продлить немного срок жизни данного скама он вместо 20 процентов заплатил два процента чтобы дать себе еще несколько месяцев по собирать людей деньги ну и что мы видим что шутс капитал не найден то есть такого сайта более не существует естественно всех кинули тех кинули на бабки и вот смотрите то есть человек 29 июля 2021 года немного ранее получается начал жить так сказать на все бабки которые у него которые он успел собрать перед отъездом в швейцарию в июне я снял в дубае за 220 тысяч дирхам 60 тысяч долларов новую квартиру оплатив за год я так и офис снял в дубае оплатив год так удобнее убрать из головы лишние задачи мыслить годом и десятилетия тут все друзья местный локал удивлены что сумасшедший раз год оплатил если быть точнее 15 месяцев так как 13500 франков только депозит 3 месяца который верну когда съеду а съеду в другую аренду значит он всегда будет лежать банки и того 75 тысяч долларов за 15 месяцев и вот такой вот еще пост а в дубае вот такой вот вид из четырех комнат новой квартиры год вышел 220 тысяч дирхам 60 тысяч долларов меня важно не зацикливаться таких вещах как оплаты раз в месяц я убираю все из головы чтобы лучше думать о работе я думаю понятно причина почему за скамился пирамидос потому что деньги начали активно активнейшим образом тратится на различные rolls-royce на перелеты этих rolls-royce of из дубаи швейцарию да он самолетом потратил 13 тысяч долларов на то чтобы rolls-royce из дубаи перевести в швейцарию и там покататься там лето или сколько и потом отправить его обратно на широкую ногу так сказать человек начал жить ну и 15 10 естественно шульцу настал шульц полнейший были разосланы всем письма что фонду кранты ну и далее мы перетекаем постепенно потихонечку к проекту симба я пера хочу уйти немножко криптовалютного фонда только в сторич в хранении тоже фонде но 10 миллион долларов быть на 100 миллионов долларов но все это пик нервотрепка хранилище можно иметь триллионы долларов интереснее и рекомендовать в какие фонды вкладывать об этом еще чуть позже расскажу у меня уже есть на партнерство разная эта тема то есть фонд кинул на 10 миллионов но это маловато что нам давайте вот проект simba хранилище биткоинов где уже можно кинуть людей на сотни миллионов долларов чем он по идее наверное и занимается сейчас тусую в дубае собирая как можно больше то есть инвесторов суть проекта simba storage это очередной пирамидос которым люди естественно должны нести биткоины и вся суть вообще симбы вот это вот хранилище это то что ну возможно вам тяжело пользоваться холодным кошельком чтобы хранить свои биткоины на нем поэтому они разработали собственное оборудование для безопасного холодного хранения биткоинов отличающиеся простотой удобством то есть вы должны не доверять себе или бирже хранения биткоинов а должны доверять вот этому мошеннику хранить свои биткоины логика и вот этот меня меня очень сильно удивляет этот момент то есть все мы знаем не твои ключи не твои деньги случае использования холодного кошелька где хранятся биткоины и другая криптовалюту которую вы туда закинули случае использования холодного кошелька для хранили криптовалюты она не хранится на этой флешке она хранится в блокчейне в интернете а А эта флешка, это всего лишь навсего защищенное устройство для обращения к вашим биткоинам, которые находятся в интернете. По легенде Антона Катина, хранение на его защищенных серверах, то есть они на защищенных серверах, хранят биткоины, которые хранятся в интернете. Понимаете, да? Ну и все это происходит, естественно, через скам токен, который является один симба, один биткоин сатоши. То есть, когда вы отдаете свои сатоши, свои биткоины симби, хранилищу, да, Антону Катину, он в обмен вам и отдает один симба коин. А что может произойти с симба токеном, если вдруг Антон Катин потратит все ваши биткоины? Скорее всего, он перестанет быть стейбл коином к биткоину, и за один симба вам не дадут нисколько сатоши. Либо где-нибудь в документации, это вообще является конечным обменом, и вы вообще не можете претендовать на свои биткоины. Скорее всего, тут все это грамотно сделано. Если хотите отдельный обзор симба сториджа, то я разберу его просто до косточки в отдельном ролике, потому что этот ролик получается довольно длинный. И всю суть вы точно уже явно поняли. И я считаю, что нам просто необходим второй ролик конкретно про симба сторидж. Диверсификация. Междунахождение хранилища ОАЭ, Швейцария, Лихтенштейн и Австралия. То есть он вместо одной флешки купил 4 флешки. Ну, Ledger, Trezor. Какие вам больше нравятся? Супер надежные сервера. Что ж, друзья, на сегодня все. Ждите второй ролик про симба сторидж. Я думаю, вы накидаете мне лайк. Все, кто пострадал от этого мошенника, пишите свои истории в комментариях. Развернуто, чтобы каждый человек видел. Когда он посмотрит этот ролик, чтобы он мог отмотать вниз комментарии. И мог увидеть всех людей, которые были кинуты. Пишите, на сколько денег вас кинули. Возможно, таким образом вы сможете собраться все вместе. И написать коллективное заявление в суд. И открыть уголовное дело на этого преступника. Так что, друзья, собирайтесь, кооперируйтесь. И пишите коллективное заявление. Потому что данный мошенник останавливаться не собирается. Его объемы кидалово, как мы с самого начала рассмотрели. Они только растут все выше и больше. И пострадает еще больше людей, естественно, чем уже пострадало. Ну а на сегодня все, дорогие друзья. Берегите ваши деньги. Всем спасибо. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok